Коммунистический режим Конечно, коммунистический режим в России, который назывался Советский Союз, реально было правление КПСС, коммунистической номенклатуры, был насквозь лживым. Ложь там была просто неимоверная с самого начала до самого конца. Но все-таки был какой-то сектор жизни, в котором как-то ложь тебя могла не доставать. То есть на уровне бытовом все-таки как-то туда не лезли своими грязными руками коммунистические вожди, идеологи. Да, ты не мог какие-то политические суждения высказывать, но коммунистам было все равно, что ты думаешь. Главное, чтобы ты проявлял лояльность, работа-дом, дом-работа, пивная-работа-пивная-дом и так далее. И иногда на собрании собираются, сказали подними руку, поднял руку, все. И вроде как тебя ложь очень мало касается. Ты формально проявляешь лояльность или не проявляешь лояльность, но не демонстративно, а где-то там в частной жизни. Вот эта ложь была для некоторой части населения, может быть, значительной части, не обременительна. Сейчас лживость путинского правления обременительна абсолютно для всех. Даже для тех, кто не знает, что он живет по ноздри во лжи и хлебает эту навозную жижу каждый день. Эта ложь убивает страну, убивает народ, убивает вообще все стороны нашей жизни, каких только не коснись. И, в общем-то, поскольку при власти не только лжецы, но и тупицы, это как-то сочетается одно с другим. То есть, чем больше человек врет, тем больше он убивает свой мозг. То есть, ему надо все время соотносить реальность и нереальность, которую он пытается создать в головах других. И, в конце концов, эта нереальность влезает ему в голову, и он перестает адекватно воспринимать действительность. У него остаются там какие-то признаки Homo sapiens, но в целом человек, конечно, сходит с ума. Так же, как мы видим, тут проболтался Треплушка Медведев о том, что, в общем-то, с пандемией это замысел. Замысел – это не эпидемия, это глобальный замысел, в котором участвует путинская шайка с теми же самыми целями, с которыми участвуют и все остальные фальшивые правители европейских стран или каких-либо других. Но мы больше наблюдаем за европейскими. Ну, там такие же лжецы, но все-таки там как раз ложь ближе к советскому типу. То есть ты проявляешь минимум лояльности, и этого достаточно. Главное, не участвуй ни в каких оппозиционных тусовках. Вот и все. Не высказывайся публично о том, что ты не согласен с вот этой шайкой-лейкой, типа там какой-нибудь Меркель или Макрона. Ну, вы же видите, кто более-менее наблюдает, видите, насколько это ничтожные личности. Это и не личности. Их специально и отбирают, вот как и Путина отобрали, как не личность. Вот и ведущий Соловьев Шапиру, он сделал такой дурной подарок своему патрону, от которого он, как Кадыров, получает этот Аллаха Владимировича, а этот от Владимира Владимировича получает все блага жизни. Он, не знаю, наверное, на полчаса целый фильм создал из архивов на скреб то, что считается шутками Путина. Ну, это такая пошлость, доложу я вам, это просто невозможно. Я просто как человек любопытствующий просмотрел это все и думал, ну, хоть какое-то резюме или хоть, может быть, где-нибудь, хоть какое-то светлое место. Это просто жуть какая-то. То есть это и показывает, что это не личность. А вот что касается Медведева, ну, тут уж, по-моему, никому ничего не надо доказывать, насколько это ничтожное существо, которое было президентом Российской Федерации. Ничего себе, должностишку такая ничтожность отхватила. И вот он проболтался, сказав, что точно не воспроизведу, но это почти буквально, и вроде как говорят, оговорочка, оговорочка. Да и какая не оговорочка. Это на самом деле человек случайно сказал, у него выпала изо рта истина. Он сказал, что распространение вакцины против ковида должно быть глобальным на всю Землю. Иначе, вот он прямо так и сказал, иначе невозможно будет обеспечить распространение болезни. Невозможно будет обеспечить распространение болезни. То есть без вакцины ничего не получится. Вот эти лжецы, они вот настолько тупы, что, ну, конечно, две реальности в голове держать невозможно. Поэтому у них такая раздробленная реальность в голове. И нам надо стремиться к тому, чтобы у нас у самих ничего не дробилось, чтобы мы четко понимали, вот эти подонки и негодяи, захватившие власть, не имеющие никаких оснований для того, чтобы при этой власти находиться. Никаких оснований, чтобы, как Собянин, выпускать какие-то указы, абсолютно неправовые действия. Никакие судьи не являются легитимными, которые сейчас там приговаривают каким-то штрафом за то, что там кто-то маску где-то не одел. Хотя ничего в законе об этом нет. Так даже если бы и было, то абсолютно нелегитимная Государственная Дума, которую никто не выбирал по партийной системе. У нас даже в Конституции не было и нет никакой партийной системы выборов. Ну, нет этого, понимаете. Благопартийность есть, а партийной Думы нет. То есть нелегитимная система, антиконституционная система. Даже по их Конституции это антиконституционная система. Не говоря уже о том, что эта Конституция теперь уже дважды нелегитимна. Она была сфальсифицирована на ложном референдуме, которого реально не было. Фальсифицированы были данные Ельцинской Конституции. 30% проголосовало, но чуть больше 30% объявили, что Конституция принята. То есть сейчас вообще никто не голосовал. В абсолютно нелегитимном режиме они объявили, что какое-то там голосование... На самом деле это был просто опрос, и даже опрос они фальсифицировали. Они просто там своим кружком приняли эти поправки, абсолютно бессмысленные. Мы еще коснемся того вреда, который эти поправки наносят. Не будем все их рассматривать, потому что слишком много чести. Коснемся только одной, но в другой раз. Конечно, самая большая ложь это про ковидную эпидемию. Нет никакой эпидемии. Болезни есть, их пытаются списать. Все болезни пытаются списать на это. И все смерти пытаются списать. Если вы посмотрите сообщение о количестве смертей, там написано. Столько человек умерло с диагнозом ковида. С диагнозом ковида. Не от ковида. От ковида никто не умирал. От этого вируса никто не умирал. Умирают от других болезней. А это просто одна из сезонных инфекций, которая усугубляет течение других болезней. И от них умирают. Но сейчас все пытаются пропитать ложью этой путинской, кремлевской ложью. Чтобы и врачи вам тоже врали постоянно. Вместо того, чтобы лечить настоящие болезни, они вам объявляют, что вас надо на карантин. И родственников ваших. Даже придумали вот это бессимптомное течение болезни. Такого не бывает. Болезни без симптома не существует. Если вы не определили симптомы, значит вы не определили болезни. Ах, вы использовали там какие-то тесты. Так все тесты это вранье. И медики уже определили, но из тех, кто интересуется, что все эти тесты, они не просто ненадежные. А болезнь определяется по реакции этого теста, который непонятно на что реагирует. Непонятно на что реагирует. Может быть у вас нет никаких болезней, никакого вируса, а тест прореагирует и вас объявят больным. И все прелести этого состояния вам отзовутся вовсе не потому, что вы больной, а потому, что хочется, чтобы было побольше больных. Зачем им вторая волна? Это вторая волна лжи. Они как-то сделали перерывчик, в отпуск съездили там, отдохнули в течение лета. И сейчас началась вторая волна не эпидемии, а лжи. Масштабы, даже вот этой ложной эпидемии, масштабы ничтожны. А главная ложь состоит в том, что все меры, которые они приняли, они сказали, что мы сделали и вакцину, и организовали все, и дополнительные места, и регламенты лечения. Все сделали, все подготовили. Откуда же там вторая волна? Ребята, ну такого не может быть. Такого не может быть. То есть сейчас волна якобы превышает ту волну, которая была изначально, при том, что приняты все необходимые меры. Они же нас убеждают в этом. Ну, вы уж врите-то не завираетесь, либо одно, либо другое. А на самом деле третья – это вторая волна лжи. Либо вы подготовились, и у вас все хорошо, и тогда нет никакой волны. Либо вся эта подготовка – это ложь, и поэтому люди заболели. Но третья как раз соединяет, почему эти из ложной посылки может следовать все, что угодно. Вот из этой лжи следует все, что угодно, все, что им вздумалось. А им вздумалось начать показывать какие-то цифры, которые, конечно, к реальности никакого отношения не имеют. Но к этому они добавляют еще борьбу с экстремизмом. То есть все люди, которые считают, что Путин лжец, самозванец, подонок и преступник, все являются экстремистами. И все общественные объединения, ну вот как либерастия вся, она всех русских националистов, вот нет никаких других определений, кроме радикальный националист, кроме экстремист, экстремист-националист. Других нет. То есть любое проявление национального самосознания – это экстремизм. И то же самое, кто говорят, да нет, Путин, какой либерал, он же против либералов, вот против него либеральная позиция. Вот стопроцентно такой же человек. И даже хуже, потому что те-то еще не у власти, а этот-то уже вцепился в подлокотники так, что его не оторвешь, пока он не помрет. И от него идут вот такие инициативы. В Санкт-Петербурге Ассоциация ректоров решила провести в вузах второй столицы опрос такой вроде игры по выявлению экстремизма среди молодежи, среди студентов. Кто там подписал-то? Это председатель совета ректоров Демидов. Ну, запомните фамилию. Демидов – председатель совета ректоров. То есть человек, которого, конечно, ждет арест и пожизненное заключение. А если успеет на тот свет сбежать, конечно, все его регалии, все должны быть посмертно отняты, ликвидированы. Он объявлен преступником, и вся его деятельность преступная. И вот, в частности, это еще одно преступление. Фальсификация образования – это одна сторона, но они же не могут без лжи. И ложь выливается в то, что образования нет, но корочки раздают. Никаких открытий, никаких продвижений в науке нет, но академические звания, докторские степени раздают так вот, рассеивают их. Стало просто как собак нерезанных тех, кто наукой не занимается, но академические звания и ученые степени имеют. И вот это Шушера проводит такие опросы в игровой манере. И такой вопросик возникает, типа того, что «А кого вы считаете лучше, Гитлер или Муссолини?» Я думаю, вот Кретин задает этот вопрос. «А кто лучше, Ленин или Сталин? А кто лучше, Путин или Гитлер?» Я сразу отвечу, Гитлер лучше. Гитлер лучше, он чужой, мы точно знаем, он здесь не правил. Мы здесь с ним воевали, и мы здесь его полчища победили. А Путин хуже, гораздо хуже, потому что, во-первых, мы его еще не победили, а во-вторых, он здесь правит уже 20 лет. Вот если бы Гитлер оккупировал Россию и правил 20 лет, я бы сказал, наверное, Гитлер хуже. А здесь, ну, однозначно. Что касается Гитлера и Муссолини, ребята, вы исторический контекст-то хотя бы немножко в голове держите. Ну, как-нибудь, может, отдельно поговорим, что такое Муссолини и почему его убила сицилийская мафия, а вовсе никакие не красные партизаны, что пытаются представить. Вовсе там какие-то там пытаются приписать ему преступления, которых не было. Ребята, скажите, там что-то у нас на Нюрнбергском процессе что-то было? Нет, не было. А с чего считать Муссолини вот каким-то запредельным негодяем наравне с Гитлером? Ах, у него тут была одна дивизия, там под Сталинградом их расчехвостили. Вот это, да, а у Румынии нет, не было. А у Венгрии не было. А французы не воевали, здесь не воевали, ничтожное сопротивление и сателлиты гитлеровской Германии. А потом их объявили победителями наравне со всеми остальными, потому что у Сталина не было союзника, он придумал себе союзника вот таким образом. Преувеличил заслуги сопротивления, забыв о том, что Франция была союзником Германии в войне против нас. Вот это все замазывается ложью, понимаете, историческое самосознание, которое формирует и национальное самосознание, оно исчезает. Вы ничего не знаете об истории, вам рассказывают байки советского периода, вы становитесь из русских людей советскими, если поддаетесь этой лжи. Поэтому надо не поддаваться лжи, надо не верить ни в какие эти эпидемии, эффективность мер, эти вакцины, ни в коем случае. Что они там плеснули в этот состав вакцины, вы не знаете и никогда не узнаете. Это все россказни о том, что там кому-то продают, кто-то заказывает. Все хотят этой вакцины, созданной непонятно кем, непонятно для чего, непонятно с какими целями, непонятно с каким эффектом. Они там под видеокамерой могут чем-то прививаться. Вот пусть и прививаются. Давайте мы разделимся, привитые и непривитые. Вот привитые в одну сторону, а мы в другую. Мы совершенно другой народ. Они привитый народ, мы не привитый. Они ходят в масках собачьих на мордниках, мы в них не ходим. Если насильно там принуждают, мы же погибнуть от этого не хотим. Ну, поэтому надели, сняли. Но мы не масочники. Мы добровольно не будем этот на мордик на лицо надевать. У нас образ Божий, мы его искажать не намерены. И не намерены отказываться от того, чтобы ходить в храмы, несмотря на то, что там объявляют, ой, там ковид, знаете, вы все заразитесь. Мы понимаем, что имеем дело с лжецами. В их лжи участвовать нельзя. Нельзя. Слава Руси, Господи спаси. Слава Руси, Господи спаси.